Второй том добротолюбия, страница 207, кассета вторая. 153 главы о молитве, Нил Синайский. Первое. Если бы кто захотел приготовить благовонный фимиам, то ему надо бы по закону сложить по равной части Ливана Чистого, Кассии, Ониха и Стакты. Исход 30-34. Это четверица добродетелей, воздержание, мужество, мудрость, правда. Когда они все в полном совершенстве и в равной силе присущей в душе, тогда не будет предан ум изменнически, разумеется, каким-либо внутренним предателем. Душа, очистившись полнотой добродетелей, поставляет ум в состояние непоколебимости, соделывая его способным принять устроение, какое требуется в молитве. Молитва есть беседа ума к Богу. В каком же устроении имеет нужду ум, чтобы мочь не озаряться вспять или сюда и сюда, вознестись к своему владыке и беседовать с ним, без всякого посредника. Если Моисей, намеревавшемуся приблизиться к земной купине горящей, возбранено было это, пока не разует обувь с ног, то как же тебе не отрешить от себя всякое страстное помышление, когда желаешь видеть того, кто выше всякого чувства и помышления, и быть ему собеседником? 5. Прежде всего, молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость, дикость, и, исповедав на себя беззаконие Господи, получить от него оставление грехов, употребляя слезы, как орудие к получению всякого прошения, ибо очень радуется о тебе, владыка, когда ты молишься со слезами, когда во время молитвы своей изливаешь потоки слез, отнюдь не возносись тем сам в себе, как будто ты выше многих. Эта помощь свыше прияла молитва твоя, что ты, усердно исповедав грехи свои, слезами умилостивил владыку. Не обращай же в страсть средства против страстей, чтобы еще боли не прогневать даровавшего тебе благодать эту, то есть слезы. Многие, проливая слезы о грехах, забывали цель слез и вознеистов совратились с правого пути или с ума сошли. Стой терпеливо и молись крепко, отревая прирожение житейских попечений и всяких помыслов, ибо они возмущают и тревожат тебя, чтобы расстроить твое молитвенное устремление. 10. Когда демон увидит, что кто-либо имеет усердие и ревность молиться, как должно, то во время молитвы влагает ему мысли о чем-либо, будто нужном, и отходит, а спустя немного опять возбуждает воспоминания о том, подвигая и ум на рассмотрение того, если это вопрос на разрешение, если вещи на приобретение. И он, не находя искомого, досадует и скорбит. 11. Потом, когда встанет на молитву, этот усердный ревнитель молитвы, они напоминают ему, о чем он помышлял и чего доискивался, чтобы ум, подвигшись опять к узнанию, нерешенного прежде, сделал молитву бесплодную. 12. Подвязайся ум свой во время молитвы соделывать глухим и немым, и будешь тогда иметь возможность молиться, как должно. 13. Когда встретит тебя искушение или раздражить чье-либо прикословие, так, что ты или на гнев подвигнешься против того, кто вас поперечил тебе, или даже произнесешь какое-нибудь подобное слово, да вспомни о молитве и о суде во время ее над тобой и в совести перед лицом Бога, и тотчас укротится в тебе бесчинное движение, что не сделаешь ты от отмщения брату, а не правдовавшему тебя, все то в соблазн будет тебе, смущать будет тебя во время молитвы. Молитва есть ветер от древа кротости и безгневия. 15. Молитва проявления проторжения, радости и благодарения. Молитва есть врачество, печали и уныния. Иди, продай имение твое и раздай нищим, и, взяв крест, отвергнись себя, чтобы можно было тебе молиться без развлечения. Если хочешь молиться похвальной молитвой, отвергайся себя во время молитвы, и крайнее озлобление терпя, будь любомудр молитвы ради. Если какую бы ни пришлось тебе терпеть прискорбность, будешь любомудр, то плод этого обретешь во время молитвы. Если желаешь молиться, как должно, не печаль души, или не держи огорчение на душе, иначе напрасно течение твое или молитвенный труд твой. 21. Оставь дар твой, говорит Господь, перед жертвенником, и иди прежде смирись с братом твоим. И тогда, пришедший, станешь молиться без смущения, ибо злопомнение наводит мрак на владышестенный ум молящегося, и тьмой окружает молитвы его. Собирающие в себе печали, огорчение и злопомнение, и держащие в этом состоянии молитву, походят на тех, которые черпают воду и вливают ее в дырявую катку. И если ты терпелив, то всегда будешь молиться с радостью. Когда молишься, как должно, могут встретиться тебе или прийти на ум какие-либо дела, за которые покажутся тебе праведным, прогневаться на ближнего? Постерегись. Нет совсем гнева на ближнего, который был бы праведен. Если поищешь, то найдешь, то можно и без гнева дело устроить хорошо. Почему всячески ухитряйся, не подвигнися на гнев 25? Смотри, как бы, думаю, уворочевать другого, самому не остаться неисцеленным, и не дать препинания молитве своей, щадя других и не гневаясь на них, и себе обретешь пощадь. Покажешь себя разумным в отношении мнения о себе и будешь в числе истинно молящихся. Вооружись против гнева, никогда не потерпишь прижажение похоти, ибо она дает пищу гневу, а этот возмущает умное око и повреждает молитвенное устроение. Молясь, не ограничиваясь одними внешними телодвижениями и положениями, но возводи ум свой в чувство духовной молитвы с великим страхом. Иногда лишь встанешь на молитву, тотчас начнешь молиться хорошо, а иногда, и много потрудившись, не улучшишь этой желанной цели. И это попускается тебе для того, чтобы ты еще усерднее взыскал молитву и получив, имел молитву совершенно исправную и безопасную от окродения. 30. Когда приблизится к нам ангел, тотчас удаляются все стужающие нам демоны. Ум бывает тогда в великой отраде и молится здраво. А иногда во время належания обычной брани ум бьется, борясь, и не дается ему возникнуть к богомыслию и благочувствию. Это за то, что он прежде окачествовался разными страстями, увлекался, вкусил их. Впрочем, если побольше поищет, найдет, и если не поленится толкать, откроется ему. Не молись, да будет пожеланием твоим, ибо они не во всем бывают согласны с волей Божией, но лучше молись, как научен, говоря, да будет на мне воля твоя. И во всяком деле так проси его, ибо он всегда желает доброго и полезного душе твоей, а ты не всегда этого взыскиваешь, тридцать два. Много раз, молясь, просил я, да будет мне, что казалось благом для меня, и настаивал на прошении, неразумно нудя волю Божию, а не Богу предавая устроить лучше то, что он ведает полезным для меня. Но, получив просимое, бывал потом в великой скорби именно за то, что не просил, да будет лучше по воле Божией, ибо дело оказывалось для меня не таким, как я думал. Что благо, кроме Бога? Придадим же Ему все, касающееся нас, и благо нам будет, ибо благой, конечно, есть и благих даров, податель. Не скорби, не получай тотчас от Бога того, о чем спросишь. Он хочет доставить тебе большее благодеяние, тем самым, что заставляет тебя с терпением долей предстоять Ему в молитве. Ибо что выше, как простирать беседу к Богу и объяту быть общением с Ним. 35. Нерассеянная молитва есть наивысшее умное делание. Молитва есть восхождение ума к Богу. Если вожделена для тебя настоящая молитва, отрекись от всего, да все наследуешь. Молитва, во-первых, о том, чтобы очиститься от страстей, во-вторых, о том, чтобы избавиться от неведения и изобвения, и, в-третьих, о том, чтобы избавлено быть от всякого искушения и оставления. Ищи в молитве своей только правды и царствия, то есть добродетели и ведения, и прочее все приложится тебе. 40. Праведно молиться не о своем только очищении, но и об очищении всякого человека в подражании ангельскому чину. Смотри, воистину ли Богу предстоишь ты в молитве своей, или препобеждаешься желанием человеческой похвалы, и ее уловить стараешься, прикрывая это недоброе желание благовидным протяжением молитвы. С братьей ли молишься, или наедине, подвязайся необычуя только удовлетворить, но молиться в чувстве. Свойственно молитве всей в чувстве самоуглубление с благоговением, умилением и болезненованием душевным при исповедании с негласными воздыханиями грехопадений. Если ум твой окрадается во время молитвы, то он не как монах молится, но еще мирянин есть, украшающий внешние скинию. 45. Когда молишься, всеми силами храни память свою, чтобы она не предлагала тебе своего, но всячески воздвигая себя к разумному предстоянию, с сознанием, кому и для чего предстоишь. Ибо во время молитвы ум обыкновенно очень окрадывается памятью. Приводит она на мысль вещи, лица, события и ими отвлекает от молитвы внимание ума. Память приводит тебе на ум во время молитвы или воображения давних дел, или новые заботы, или лицо оскорбившего тебя. Очень завидует демон человеку молящемуся, и всякий употребляет хитрости, чтобы расстраивать такое намерение его. Поэтому не перестает возбуждать посредством памяти помыслы о разных вещах, и посредством плоти приводит в движение все страсти, чтобы только помешать как-нибудь прекрасному его течению, то есть труду молитвенному, и к Богу, приселению, восхождению вниманием. Когда же лукавый демон, многие употребив хитрости, не успеет воспрепятствовать молитвы рачительного молитвенника, тогда немного ослабляет свои нападки, но зато потом, когда кончит он молитву, отмщает ему, ибо или, воспламенив его гневом, уничтожает то прекрасное настроение, какое приобретается молитвою, или, раздражив какую-либо бессловесную сласть, позыв, ко вкушению чувственного удовольствия, посмевается над умом, помолившись, как должно, ожидай, что не должно, и стой мужественно, охраняя плод свой. На это с самого начала ты поставлен, то есть, чтобы делать и хранить. Почему поделавшись, совершив, как должно, молитву, не оставляй без охраны того, что стяжал трудом, иначе никакой не останется тебе пользы от молитвы. 50, страница 213, второй том добротолюбия преподобного Нила Синайского о молитве. Вся ведомая между нами нечистыми духов ведомая брань ни из-за чего другого ведется, как из-за духовной молитвы, ибо она очень им противоборственна и несносна, а нам спасительна и благоприятна. Для чего демонам желается возбуждать в нас своим воздействием щебоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, злопамятство и прочие страсти, для того, чтобы ум одебеливать них не мог молиться, как должно, ибо страсти неразумной части нашей, начав действовать, пришедшие в движение, не позволяют уму действовать разумно. Добродетели проходим, потому что они требуются природой, природе покорствуем ради осуществовавшего ее Слова Господа. Слово же это обыкновенно явным для нас делается, в сознании нашим ясно впечатлеется, в молительном состоянии. 53. Молительное состояние есть бесстрастное устроение, крайней любовью восхищающее на высоту любомудрый и духовный ум. Не только над гневом и похотью надо навладычествовать тому, кто хочет истинно молиться, но быть чуждой всякого страстного помышления. 55. Кто любит Бога, тот всегда беседует с Ним, как с Отцом, отвращаясь от всякого страстного помышления. Не всякий улучивший бесстрасти уже и молится истинно, ибо такой может еще занят быть простыми помышлениями о вещах бесстрастных при том движений, и развлекаться историями их, может быть картинами их, разными их сочетаниями, и далеко отстоять от Бога. Страстных движений нет, но ум мечтает. 57. Но и когда ум не коснит в простых помышлениях о вещах, не значит еще, что он достиг уже и места молитвы, ибо он может быть занят философским умозрением об этих вещах, и углубляться в причинные их отношения. Хотя все это суть отвлеченности, но как они суть умозрения о вещах, то впечатляют в уме образы их, и далеко отводят его от страсти не в движении, но ум философствует, а не молится в состоянии ученых. 58. Пусть ум будет выше и умозрения о вещественной природе, не следует еще, что он узрел уже настоящее место Божие, ибо он может быть занят познанием мысленных тварей ангельского мира, и пестриться ими, быть полным разнообразных о них мыслей и представлений. Если хочешь молиться как следует, то потребен тебе Бог, дающий молитву молящемуся, его и призываю в молитве, говоря, да святится имя твое, да приедет царствие твое, то есть Дух Святой и единородный сын твой, ибо так научил сам Господь, говоря, что Отцу Духом и истинною надлежит кланяться. 60. Молящийся в Духе и истине не от твари заимствует мысли к величанию Творца, но из него самого почерпается зерцание к воспеванию его. Если ты богослов, то будешь молиться истинно, и если истинно молишься, то ты богослов. 62. Когда ум твой пламенея желанием к Богу мало-помалу как бы отрешается от плоти и отвращается от всех помышлений, исходящих от чувственных впечатлений или из памяти, будучи вместе с тем полон благоговения и радования, тогда заключай, что он приблизился к пределам молитвы. Святой Дух, не сходя к нашей немощи, приходит к нам и когда бываем мы еще нечисты. И если только найдет ум наш искренне ему молящимся, находит на него и разгоняет всю окружающую его толпу помыслов и представлений, делает, что она исчезает, располагая его через то к вожделению духовной молитвы. Прочие духи добрые и злые через воздействие на тело вводят в ум помыслы, представления и воображения, а Господь действует противоположно тому. «Наидствуя самый ум влагает ему ведение о чем ему угодно и посредством ума укращает невоздержность тела». 65. «Достоин всякого порицания тот, кто, любя истинную молитву, гневается и злопамятствует, ибо он похож на того, кто желает остро смотреть, а между тем запорашивает свои глаза. Если желаешь молиться, как должно, не делай ничего сопротивляющегося враждебного молитвы, чтобы Бог, приблизившись, шествовал тебе. Когда молишься, не предавай божеству какого-либо облика и не попускай, чтобы ум твой преображался в какой-либо образ, или себя представлял под каким-либо образом, или чтобы в уме твоем впечатлился какой-либо образ, но невещественно приступи к невещественному и сойдешься с ним. Берегись тетей вражеских, ибо бывает, что когда молишься чисто и безмятежно, вдруг пристанет тебе какой-либо образ странный и чуждый. Это враги делают для того, чтобы ввес тебя в самомнение, внушив мысль, что тут божество явилось тебе, а далее для того, чтобы ты подумал, будто подобно этому внезапно явившемуся тебе и божество количественно занимает место протяженно, имеет части, тогда как божество ни количества ни вида не имеет. Когда завистливый демон не успеет привезть в движение память, тогда воздействует на кровь и соки, чтобы через них произвесть в уме воображение чего-либо чуждого и наполнить его образами. Он же, привыкший вращаться в помышлениях, легко увлекается тем и думает, что востекает к невещественному и безвидному ведению, обманывается, принимает дым вместо света. Семьдесят. Стой на страже своей, охраняя ум от помышления во время молитвы и стараясь стоять в мирном устроении, чтоб состраждующий невежествующим пришел к тебе и дал тебе приять преславный дар молитвы. Невозможно тебе молиться чисто, вплетаясь в вещественные дела и волнуясь непрестанными попечениями, ибо молитва есть отложение всякого, всяких сторонных помышлений. Связанный не может бежать и ум работающий какой-либо страсти видеть место духовной молитвы. К тому же влаится, качается он и носится страстным помышлением и не имеет стояния незыблемого. Когда ум начинает наконец чисто и бесстрастно молиться, тогда демона наступает на него уже не от левой стороны, а от правой представляет явление будто славы Божьей и какое-либо образное представление чувству приятное, так что ему покажется, будто он совершенно достиг уже цели молитвы. Это, как сказал один знающий дело муж Евагрии, бывает от страсти тщеславия и от бесовского прикосновения к известному месту мозга и от потрясения или воспаления в нем жил. Думаю, что демон касаясь сказанного места, как хочет, превращает в свет, который около ума. От этого тщеславие подвигается на помысл понуждающий ум легкомысленно присвоять в себе божественное и существенное ведение. Так как его не тревожат плотские нечистые страсти, а он чисто предстоит в молитве, то ему никак не думается, чтобы тут было какое-либо вражеское действие. И он уверяется, что это есть точно божественное явление. Тогда как оно произошло от демона, который крайне употребляет хитрость через мозг, как мы сказали, изменяет сопряженный с умом свет и его самого образует. Ему самому дает образ, или то и то заставляет воображать. 75. Ангел Божий представ одним словом прекращает в нас вражеское действие и подвигает свет ума действовать непрелестно. Сказано об апокалипсисе, об ангеле в апокалипсисе, что он приносит семиам, додаст молитвам святых. Думаю, указывает на сию благодать через ангела воздействующих, который сообщает умение истины молиться. 8.3 Так что ум, наконец, стоит на молитве без смятения мыслей, без уныния и малодушия. В фиалу с семиамами суть, как говорится там, молитвы святых, которые приносили 24 старца 5.8. Под фиалом должно разуметь содружие с Богом или совершенную духовную к Нему любовь, в которой молитва действуется духом и истинною. Когда подумаешь, что во время молитвы твоей нет тебе нужды плакать о грехах, тогда посмотри, сколь далеко отстоишь ты от Бога, будучи обязан всегда пребывать в Нем. и прольешь теплейшие слезы. Истинно так. Сознав меру свою, бедность и ничтожество, сладость поплачешь, окаивая себя подобно Исаии, как, будучи нечисты, нечистыми устами и живя среди такого народа, то есть противников Божьих, нечистых сил или помыслов, дерзаешь предстоять Господу Саваофу. 80. Если молишься истинно, то получишь во многом полное удостоверение, и ангелы соберутся к тебе, как и к Даниилу, и просветят тебя ведением причин, почему что бывает. Ведай, что ангелы возбуждают нас к молитве и стоят с нами на ней, радуясь и вместе молясь о нас. И так, если не родим и принимаем противные помыслы, то тем крайне прогневляем их, ибо тогда, как они столько подвизаются за нас, мы о самих себе не хотим умолять Бога, но, пренебрегая своим Богу служением и их Бога и Владыку оставляя, ведем беседу с нечистыми бесами в помыслах. Молись мирно и безмятежно, пой разумно и благонастроенно, и будешь, как птенец орлинный, поднимающийся на высоту. В салмопении усыпляет страсти и укращает позу телесной невоздержности, а молитва настраивает ум к свойственному ему умному деланию. Молитва есть приличное достоинство уму делания или выше настоящее его употребление. В салмопении есть образ многоразличной премудрости, а молитва предначатие невещественного ведения. Ведение есть дело прекрасное, оно содействует молитве, возбуждая мысленную силу ума к созерцанию божественного ведения. И если не получил еще ты дара молитвы или псалмопения, то проси неотступно и получишь. Глагола Господь и притчу к ним как подобает всегда молиться и не унывать. Поэтому не горюй и не унывай, что еще не получил, ибо после получишь. К притче приложил Господь и это. И если и Бога не боюсь, и человека не стыжусь, но так, как она по неотступности требует, то защищу ее. Так и Бог сотворит отмщение вопиющем к нему день и ночь вскоре. Благодушествуй же с трудолюбным терпением пребывая в молитве. Не желай, чтобы то, что тебя касается было так, как тебе кажется лучше, но как Богу угодно. И будешь безмятежен и благодарен в молитве своей. Девяносто. Хотя бы уже и с Богом по-видимому был ты, берегись демона блуда, ибо он очень обольстителен и коварен и всячески усиливается превозмочь устремления трезвенного ума твоего и отвлечь его от Бога, даже когда он предстоит Богу с благоговением и страхом. Если радеешь о молитве, то приготовься к бесовским наваждениям и терпеливо переноси бичевание их, ибо как дикие звери нападут, они на тебя и все твое изъязвят тело. Приготовься, хотя бы внезапно увидел ты какое привидение, не смущайся, хотя бы обращен был на тебя меч или пламенник устремлен был тебе в лицо, не падать духом, не робечь, хотя бы представился тебе зрак, рожа, какой безобразный и коварный, но стой, исповедай доброе исповедание, смело взирай на врагов своих. Кто переносит печальное, тот сподобится и радостного, и кто претерпевает неприятное, тот не будет лишен счастье и в приятном. Смотри, да не обольстят тебя лукавые бесы каким-либо видением, если случится что подобное, то пребывая в себе собранным, обратись к молитве и проси Бога, чтобы, если это от Него навразумления, он сам просветил тебя, а если нет, то, что поскорее отогнал от тебя прелестника. И дерзай, ибо не постоят эти псы, когда ты притечешь к Богу теплым молением, но тотчас, невидимо и незримо, биемы, будучи Божьей силой, далеко от тебя убегут. 95. Надлежит тебе знать и следующее коварство демонов. Иногда они разделяют себя на группы, а одни приходят с соблазном. И когда ты взыщешь помощи, входят другие в ангельском виде и прогоняют первых, чтобы прелестился ты мнением, что они настоящие ангелы, и впал в само мнение, что удостоен того. Постарайся быть сколько можно смиренно мудрым и мужественным, и вражеское нападение демонов не коснется души твоей, и бич их не приближится к телу твоему. Ангелом твоим заповедовать о тебе Господь сохранить тебя, и они незримо отразят от тебя всякое вражеское действие. Хотя и шум, и топот, и вопли, и ругательство услышат от демонов, старающихся держать чистую молитву, но не ниспадет помыслом и не предаст его им, говоря к Богу, не убоюсь зла, ибо ты со мною, и тому подобное. Во время таких искушений употребляй непрестанно краткую, но напряженную молитву. Если демоны станут угрожать тебе, что внезапно явятся в воздухе, чтобы изумить тебя и похитить ум твой, не бойся их и совсем не заботься о такой угрозе их. Это они сращают тебя, пытая, ставишь ли ты их во что-нибудь или совсем призрел уже их. 100. Если Богу вседержителю, творцу и промыслителю предстал ты в молитве, то для чего так неразумно предстоишь ему, что боишься мух и комаров. Или не слышишь, что говорит пророк, Господа Бога твоего, да убоишься в Тарозаконе 10.20 ищу, его же все боятся и трепещут от лица силы его и прочее. 2. Параллепоминон 36. Молитва монасты. Как хлеб служит пищей телу, а добродетель душе, так духовная молитва есть пища ума. Не фарисейские, а мы тарски молись в священном месте молитвы, чтобы и тебе быть оправданным от Господа. Подвязайся не молиться против кого-либо в молитве своей, чтобы не разрушать, что созидаешь, делая омерзительной перед Богом молитву свою. Должник тьмою талантов да научит тебя, что если не оставишь ты долга должнику твоему, то и сам не получишь оставление своего долга, ибо сказано предайте его мучителям. 105. Отложи в сторону телесные потребности во время молитвенного предстояния твоего Богу, чтобы укушение блохи, комара и мухи не лишило тебя величайшего приобретения доставляемого молитвою. Дошло до нас, что одному святому, когда он становился на молитву, лукавый столько противоборствовал, что лишь только тот воздевал руки, как этот, преобразясь во льва, поднимал вверх передние лапы и вонзив когти свои в бока подвижника, не отступал, пока тот не опускал руки, но никогда не опускал их, пока не доканчивал обычных своих молитв. Таков же был, как знаем и безмолвствовавший в Орве Иоанн Малый, или лучше сказать, величайший монах, который неотступно пребывал в умном сопребывании с Богом, когда демон в виде дракона обвился вокруг него, грыз плоть его и изрыгал ему в лицо ее. Считал ты, конечно, жития тавенесиотских и иноков, где говорится, что когда Ауа Феодор говорил слово братьям, две эхидны подползали к ногам его, а он, немало не смутясь, изогнул в них эхидн. Продолжал слово до конца и тогда уже показал их братьям, рассказав это дело. Читали мы еще о другом духовном брате, что когда он молился, эхидна подполз и коснулась ноги его, но он не прежде опустил руки, как совершив обычную молитву, и никакого вреда не потерпел сей возлюбивший Бога более себя. 110. Не развлекающимся держи око свое во время молитвы и отрешившись от плоти и души живи умом. Другому некоему святому крепкому молитвеннику безмолвствовавшему в пустыне явились демоны в продолжении двух недель играли им как мячиком, бросая вверх и подхватывая на рогожу, однако нисколько не могли неизвести ум его от пламенной молитвы. Иному еще боголюбивому иноку, когда он творил умную молитву, ходя по пустыне, предстали два но он ни на минуту не обратился к ним вниманием, чтобы не потерпеть ущерба в лучшем, ибо помнил изречение апостола, который говорил ни ангела, ни начало, ни силы не возмогут нас разлучить от любви Христовой. Инок молитвы делается равноангелом, равноангельным, вожделевая видеть лицо Отца Небесного. Отнюдь не желай и не ищи увидеть во время молитвы какой-либо лик или образ. 115. Не желай видеть чувственно ангелов или силы или Христа, чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам демонам. Аминь. Аминь.